На сегодня в республике выявлено три случая заражения коронавирусом COVID-19. Какое состояние заболевших, как проходит лечение и какие меры принимаются для контроля за тем, чтобы предупредить распространение инфекции в регионе, выяснял Алиботашев. Все трое заболевших коронавирусом – жители нашей республики. Двое человек из Ногайского района, один из Черкеска. Персональные данные больных, фамилии, адреса, телефоны не разглашаются. Запрещено федеральным законом. Всем заболевшим уже назначено лечение, и они находятся у себя дома, говорят врачи. Решение о нахождении больного дома или госпитализации, то есть назначение ему стационарного лечения, принимает врач. В данном случае лечащий врач не видит необходимости госпитализировать этих больных, потому что у них нет никаких внешних признаков болезни. На сегодняшний день у них фиксируется только бессимптомное носительство. Им назначено лечение, противовирусные препараты. Я точно не могу сказать, какие там, это уже лечащий врач может об этом сказать. В любом случае за ними наблюдают в режиме телефона, они ведут дневник здоровья, следят за своим здоровьем, меряют температуру. Врач постоянно с ним на связи. И никакой необходимости, на данный момент, еще раз повторюсь, в их госпитализации нет. Если их состояние ухудшится или появятся какие-то причины для их госпитализации, я вас уверяю, они будут немедленно госпитализированы. Телефон не единственное средство контроля за нахождением больных дома. Мы выдали письмо, это было еще в субботу, органам внутренних дел полиции. Они оставляют надзор за нахождением этих людей дома. Но я хочу, еще раз пользуясь случаем, обратиться к их сознательности. Я думаю, что они сами понимают, что они могут явиться источником заражения других лиц. По каким критериям осуществляется госпитализация больных коронавирусом в нашей республике и почему она не была произведена в этом случае? Всех, которых мы до этого госпитализировали, у них был подъем температуры. То есть были внешние признаки болезни. Вот у этих граждан, которые заболели, не было ни одного подъема температуры. Такое тоже бывает. Бывает бессимптомное носительство. Вот как раз-таки температура есть симптом. Один из симптомов заболевания. У них нет температуры. Они обратились в порядке самообращения, потому что прибыли из субъекта другого Российской Федерации. Ну, видимо, не знаю, что их побудило обследоваться. Но мы, в принципе, не отказываем. Они обследованы были. Ну, у них выявил вот этот вирус. Закончится ли режим самоизоляции граждан после 30 апреля, покажет время и эпидемиологическая ситуация, говорят в Роспотребнадзоре. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева. Черкесия.